Все, что-то писал. Однажды, как его, Тургенев или что-то? Тургенев Жуковский застал его записать. И громко воскликнул. Да никак, а ты писака! С тех пор Пушкин и Жуковский были... Пушкин переделал Жуковского и называл его по-приятельски. Просто Жуковым. 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 Жуковым, по-моему, даже лучше. Жуковым. Однажды, у Чернишевского, Петрушевского сломал свои часы. Послал за Пушкину. Пушкин пришел, посмотрел часы Петрушевского и положил обратно на стол. Что скажешь, брат Пушкин, спросил Петрушевский. Что, машина, ответил Пушкин. Конечно. Что, Пушкин, конечно. Мне страшно. Так. Да. У Пушкина было четыре сына. И все идиоты. Один даже не умелся в стуле. И все время падал. Пушкин-то и сам довольно плохо сидел на стуле. Было сплошное умо. Сидел они за столом. На одном конце Пушкин со стола все время падал. На другом конце его сын. Просто жить святых вон выносит. Когда Пушкин сломал ноги, тогда стал передвигаться на колесиках. Друзья любили дразнить Пушкину. Не хватали его за эти колесики. Пушкин злился и писал рюкательные стихи про его друзей. Эти стихи он называл эпигармонии. Однажды Чернелушевский смотрел из окна своего мансара. И увидел. А Германов вскочил на коне и крикнул. Пассаж! Ну, думает. Ну, думает Чернелушевский. Ох, та с революцией будет. Так и я докрикнул. И стал репетировать перед церковью разный манер. Разный манер. Пассаж! 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 Ммм! Однажды Гоголь переоделся в Пушкин. И шел к Пушкину. И позвонил. Пушкин ему открыл. Пушкин ему открыл. И кричит. Смотри-ка, Арина Розионовна! Я пришел! Однажды Гоголю подалили канделяпу. Он сразу нацепил бакенбарды и стал дразнить.